Меры поддержки участников СВО и их семей обсудили депутаты Думы Елизовского района на внеочередной 149-й сессии. Они единогласно проголосовали за внесение изменений в положение о гарантиях и компенсациях для работников муниципальных бюджетных учреждений. Речь о сотрудниках, которые находятся на военной службе по мобилизации или заключили контракт. Теперь период участия граждан в специальной военной операции включается в рабочий стаж, дающий право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Еще одна поправка коснулась документа о предоставлении участникам СВО и их семьям, живущим в частных домах с локальным отоплением, финансовой помощи в размере 50 тысяч рублей раз в год на приобретение топлива. Напомним, этот нормативный акт был принят в 2022 году и на 149-й сессии в него внесли дополнение, уточнив понятие доброволец. Также на сессии было принято решение о присвоении звания почетный гражданин Елизовского района. Комиссия решила рекомендовать Думе Елизовского муниципального района присвоить звание почетный гражданин Елизовского района следующим драком – Чукарину Сергею Дениамину и Козловой Ольге Васильевне. Комиссия решила рекомендовать Думе Елизовского муниципального района. Также на сессии депутаты Думы приняли решение о присвоении звания почетный гражданин Елизовского района посмертно – герою России Александру Николаевичу Попову, заслуженному учителю России Владимиру Нестеровичу Орловскому и Виктору Григорьевичу Угневенко, основателю и долгие годы бессменному руководителю одного из крупнейших сельхозпредприятий района и края – Овощевод.